Спасибо, Господь, за милость, которую Ты нам даровал. Мы благодарны Тебе, что Ты ведешь нас, Господь, что Ты бережешь нас, как народ. И мы просим сегодня за Израиль, Господь. Мы просим о том, чтобы был мир над Израилем, над народом Твоим, Господь. Мы обращаем свое лицо туда, говорим, Господь, сохрани Твой народ, укрепи Твой народ, обрати их сердца, чтобы они знали Тебя, Господь, чтобы их сердца вполне принадлежали Тебе во всем том, что, Боже, они делают, Господь. Создавай обстоятельства, посылай верующих людей, посылай своих ангелов, позывай, Боже, какие-то моменты, когда они могли бы обратиться к Тебе, Господь, и примириться с Тобою, не только в самой стране Израиля, но по всему лицу земли. Мы молимся за еврейский народ, Одесса, Господь. Мы просим, Боже, защиты для каждого еврея в Одессе, Отец. И мы просим о том, чтобы Ты дал Твою благодать и милость, Господь, на покаяние, на примирение с Тобою, Господь, чтобы знали Тебя, любили Тебя, Господь, и служили с удовольствием во имя Ишуа, Мессии, Господь. Аминь. Аминь. Итак, друзья, готовясь к служению, вы знаете, я очень много размышлял о том, чем Господь хотел бы поделиться с нами. Я верю, что Бог использует служение для того, чтобы служить нам. Знаете, так бывает, Бог служит людям. Через слово, через ободрение, через напоминание каких-то вещей. И я верю, что я смогу поделиться теми вещами, которыми важно нам сейчас услышать. И начну я с истории, которая описана в Евангелии от Иоанна, 11 глава. И сегодня это будет основное место, которое мы будем с вами разбирать. Итак, давайте посмотрим Иоанна, 11 глава, с 1 по 5 стих. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот, кого ты любишь, болен. И Иисус, услышав то, сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. И Иисус же любил Марфу и сестру ее, и Лазаря». Вот такая история. В маленькой-маленькой деревне еврейской жила семья. Мы не очень много знаем об этой семье, но тем не менее мы попробуем посмотреть различные места Писания и что-то попробуем составить для себя какой-то образ. Когда мы смотрим места Писания, мы не видим, что у Марфы, Марии и Лазаря были родители. Возможно, они уже были старенькие, возможно, они умерли, но в любом случае не упоминается, что была мама, которая встречала, что Лазарь, например, был женат или сестры были замужем. Мы не читаем. То есть мы знаем, что они, скорее всего, жили троем. И нужно понимать, что в обществе, в котором мужчины занимают ведущую роль, потерять брата – это очень большая потеря. В любом случае, в любом, конечно, в обществе потерять брата – это тяжело, но в тех обстоятельствах это намного сложнее. Согласитесь, правда? Потому что брат, он же как отец, он мог защищать их, он мог просто, я извиняюсь, физически помогать на земле, что-то делать, и, возможно, была какая-то работа, которой он занимался. Мы не очень об этом знаем. Кем эти были люди? Кем были эти люди? Сложно ответить. Но одно мы знаем точно. Иешуа любил эту семью. Согласитесь, не так много написано вообще в Писании о семьях, которых особенно любил Иисус. Я вам скажу, что я бы хотел, чтобы о моей семье, например, было известно тогда. Это семья, которую любит Иисус, Он любит у них останавливаться. И, тем не менее, мы видим, что эта семья, она была открыта на то, чтобы принимать людей. Ведь Иисус любил у них останавливаться. Это значит, что периодически они приходили. Нужно понимать, что это не было так, что Иисус пришел, Он один, вот тебе одна комната. Он приходил большой толпой. Минимум их было 12, вернее, 13 вместе с ним. Но мы понимаем, что всегда были также еще ученики, которые следовали вместе с ними. Иными словами, представьте, вот все спокойно, и вдруг в ваш дом приходит, предположим, да хотя бы 13 человек. Мы периодически в общине нашей сталкиваемся с вопросами расселения людей из других общин или из других мест. Я вам скажу, это сложно, как это ни странно. У каждого из нас есть место, где мы живем. Есть какая-то квартира, есть, скорее всего, какой-то лишний диван. Но это проблема. Здесь 13 человек, и это не было проблем. Это не было проблемой. Но можно сказать, ну, конечно, если бы это был Иисус, я бы прогнулся. Я бы однозначно его принял, и принял бы самое лучшее, накрыл и так далее, и тому подобное. Но, тем не менее, 13 человек. Они любили принимать людей. И Иешуа говорил о Лазаре, как о своем друге. Не так уж и много есть упоминаний о том, что Иешуа говорит конкретно о Лазаре, как о своем друге, ну, вернее, о ком-то, как о своем конкретно друге. То есть Иешуа говорил ученикам своим перед восшествием, перед смертью о том, что я не называю вас рабами, я называю вас друзьями и так далее. Но здесь мы видим, что он выделяет отдельно этого человека. Вот так вот. Итак, Марфа и Мария, две сестры, очень часто в христианском, скажем так, проповедях, христианских учениях, это как две половинки такого совершенно разного чего-то. Говорят, ты должен быть кем? Марией. Почему? Потому что Мария помышляла о горнем. А вот Марфой быть плохо, правда? И иногда, когда ты видишь там сестру, которая пытается что-то приготовить или кого-то, и говорит, вот это ты Марфа, а что ты тут суетишься, порхаешь, сядь, посиди, и тебе нужно слово слушать. Но послушайте, слушать-то слушать, но надо и накормить людей. Правда? И мы не видим о том, чтобы Иешуа, он каким-то образом говорил о том, что именно вот, вот знаете, вот именно во всем надо быть Мариями. Нет. Он говорил о том, что всему свое время нужно было где-то послушать, а нужно было где-то и покушать. Поэтому две сестры дополняли очень хорошо друг друга. Возможно, они отличались темпераментами. И очень часто мы можем видеть такое в наших с вами семьях. Согласитесь, вот бывает такое, две сестры растут, одна любит книжки читать, а другая вообще не любит читать. Бывает такое у вас? Видели такое, да? Одна вот просто обожает, обожает, торты печет, какие-то кренделя, рогалики. Другая, все, что связано с кухней, просто не может переносить близко. Зато рисует, как акварелью, например, да, или на скрипке играет. То есть мы понимаем, что Бог по-разному благословляет людей. Есть сильные стороны одного человека, и есть слабые стороны у того же человека. Итак, мы видим, что Марфа очень любила принимать гостей. И я знаю сестер в нашей общине, которые вот именно, знаете, вот именно, это дар. Это просто реальный дар. Принимать гостей, накрывать на стол. За три минуты вот такая гора всего приготовленного. Я вам скажу, например, ну, у меня нет такого дара. Для меня что-то там готовить, это приключение. Да? Но для кого-то, что тут? Вот спрашиваешь, как ты это готовила? Да, очень просто там. Та-дан-дан-дан-дан. Думаешь, ничего себе просто. Я купила, я вымочила, оно полежало, я вот это его туда, а потом сюда, а потом это. Так это ерунда. Это я знала еще в детстве, когда моя там бабушка меня учила. Вообще. Это уровень. Итак, Марфа любила принимать гостей, и она реально делала это на уровне. И, скорее всего, ее языком любви, вы знаете, что бывают языки любви. То есть это то, через что мы с вами чувствуем, когда нас любят, и это то, как мы выражаем свою любовь к кому-то. Скорее всего, языком любви Марфы была помощь. Как мы можем это узнать? Потому что в какой-то момент она подошла к Ишуа и говорит ему, учитель, мог бы ты повлиять на мою сестру? Потому что не помогает. Помните, да? Ну, то есть она была, в общем-то, расстроена тем, что не помогают. Это не просто, ну, скажем так, все расстраиваются, что им не помогают, но некоторые расстраиваются, особенно, когда им не помогают. Потому что они ощущают, что их любят, когда им оказывают какую-то помощь. Им не нужны подарки, им не нужна похвала. Возьми и сделай. И тогда я почувствую, что ты меня любишь. Я тогда почувствую, что я важен для тебя, что ты влияешь на мою жизнь. Итак, возможно, это был язык любви Марфы. Какой была Мария? Мария была чувственной натурой, мы можем так сказать. И после истории с Лазарем в 12 главе, и также есть эта история, когда она дублируется в Марка 14 главе, мы читаем о том, что Мария сделала нечто. Она взяла сосуд с мирой. Это очень дорогое масло. Очень-очень дорогое масло. Чтобы вы понимали себе примерно, сколько оно стоило, мы можем увидеть это таким образом. Когда она разлила это масло, ученики, видя то, что она сделала, видят то, что масло ушло, в общем-то, ну просто так, они говорили, это очень дорогое, его можно было бы продать за 300 динариев. 300 динариев, да? Это годовая зарплата работника. Год нужно работать, никуда не тратить, и купить вот этот кувшин масла можно было. Представляете себе, да, сколько это стоило? У нее был этот кувшин, то есть каким-то образом это собиралось, и было приобретено. И говорят о том, что молодая девушка, она имела такой кувшин, потому что этот кувшин разбивался на ее свадьбу. Это было то масло, которым она помазывала себя для свадьбы. То есть Мария имела этот кувшин. Я думаю, что, возможно, и Марфа его имела. Мы не знаем, но, скорее всего, если они были близкими сестрами, согласитесь, правда? Это нормально. И она имеет открытое сердце. И вы помните ту историю про желание накормить пять тысяч человек, когда ученики, они размышляли. Помните, Иисус, Он говорит, вы дайте им хлеба. Они говорят, что ли нам пойти и купить хлеба? На сколько там динариев написано? А? На 200 динариев. То есть за 200 динариев можно было накормить пять тысяч человек. Представляете? А здесь 300 динариев. Итак, мы понимаем, что ее поступок, он был незаурядным. Это не было что-то естественным и принятым для того общества и для того времени. Этот сосуд, тоже нужно понимать, его нельзя было открыть и влить, например, на ладонь и там намазать кого-то или понюхать, или, знаете, как духами утром, выходя по стикоз, где-то там себе тихонечко, так скажем, намазать, чтобы ты благоухал и все знали, что вот именно у тебя есть это масло, масло мира номер пять, да, шинель номер пять. Нельзя было. Сосуд был запечатан так, что его нужно было разбить. Там стояла такая специальная как пробка, которая не открывалась. Итак, Мария. Очень часто ее называют грешницей. Очень часто. Сравнивая ее с той женщиной, которая также когда-то принесла алабастровый сосуд с миром, и эта история описана в Луки 7 главе. Мы не будем ее смотреть сейчас, но, тем не менее, там также описана некая подобная ситуация. Женщина приходит во время ужина, разливает масло, разбивает этот сосуд, начинает вытирать волосами ноги Иисусу в слезах, в сокрушении, и все просто в ужасе от того, что происходит, потому что знают ее, что эта женщина грешная. Очень интересно, что если мы посмотрим 7 главу, то мы увидим, что события, которые там происходят, описаны, что события происходят на территории Капернаума. И Капернаум достаточно далеко от того места, где жили сестры с Лазарем. достаточно далеко, потому что они жили практически возле Иерусалима. Но если вы поедете даже в современный Капернаум, а это небольшое такое место, там, где есть церквушка, памятники, старые раскопки и так далее, буквально недалеко, буквально несколько километров от Капернаума вы увидите одно интересное селение. Селение называется Магдала. Нет у вас никаких ассоциаций, да? Магдалина. И вы знаете, что интересно? В нашем христианском восприятии Магдалина — это фамилия. Или, да? Или такое вот что-то, что мы представим. Наподобие, как мы говорим, Иисус Христос. То есть Христос — это типа фамилия. Но мы знаем, что Христос, Машех — это титул. Мария, Магдалина — это Мария, которая была из Магдалы, из селения под названием Магдала. И то же самое, я вам скажу, коснулось Иуда Искариота. Многие говорят, Искариот — фу, тоже фамилия. Абсолютно нет, друзья. Краёт — еврейское слово означает деревни. И сейчас есть Краёты в Израиле. Там живут люди. Иуда из Краёт. Иуда из сел или села. Селюк. Вот так вот. Иуда. И вы что, не используете разве такие сокращения? Мы периодически так говорим. А вот это тот Вася, Таировский, например. Мы же говорим так с вами. И оно где-то так вот запоминается, люди начинают передавать это. Даже фамилию его не знают. Кто это? Вася Тавировский или Петро Котовский, например. Но Котовский — это его не фамилия. Он живёт на Котовского. Точно так же было и с Марией. Итак, моё мнение, что именно та грешница, которая получила освобождение в Капернауме, пришла с этим желанием поклониться Ишуа, желанием свершить какое-то действие, прославляющее его, показать своё изменение внутри сердца. Это была Мария Магдалина. Это было рядом. Она могла быть известна в Капернауме. Ну, понятное дело, это же село. Всё, сёла были. И не так далеко, и все прекрасно понимали, кто чем занимался и какой образ жизни вёл. Поэтому, когда мы говорим о Марии, сестре Лазаря, я думаю, что эта девушка была благочестивая. Я думаю, что эта девушка, она стремилась служить Богу, и люди уважали эту семью. И как мы можем это узнать, что люди уважали их? Помните, когда дальше мы будем читать 11 главу Иоанна, мы увидим, что после смерти Лазаря очень много людей пришло, чтобы утешать эту семью. Помните, да? Очень много иудеев. Хотя это был уже четвёртый день, то есть прошло уже достаточно много времени. Но люди той местности, они не считали зазорным или чем-то нечистым для себя прийти и сопереживать с этой семьёй, с этими молодыми людьми. Мы не знаем конкретно, сколько им было лет, потому что в Писании очень часто молодое это понятие растяжимое. В 40 лет только всё там у многих начиналось, они только там думали о том, жениться или не жениться. Ну, обычно женились. Итак, иудеи не чуждались этой семьи. Они принимали её как часть своего общества, разделяли с ними пищу, разделяли с ними хлеб, разделяли с ними всё, разделяли жизнь с ними. Итак, очень интересное место Вифания. Очень интересно. Вифания по-еврейски означает дом бедности. Такое интересное название. Дом бедности. Это было очень маленькое селение, которое находилось очень-очень близко возле Иерусалима. Фактически сейчас это пригород Иерусалима. И Ишуа очень часто любил бывать там. И Вифания существует до сего времени, и она известна как Эль-Азарье. Такое небольшое поселение по форме арабского Эль-Азарье, как Лазарь. То есть, то, откуда Лазарь. Вот Лазарь происходящее название. Вот такая картина. Лазарь умер. Неизвестной причиной известно, что болел. Чем болел, что болел, непонятно. Но что мы можем увидеть из Писания? Мы можем увидеть, что Ишуа медлил. И, согласитесь, это выглядит немножко странно. Когда мы думаем об образе любящего Бога, мы что думаем? о том, что Бог отвечает на молитвы сразу, Бог не медлит. Правда? И в других местах Писания мы находим о том, что не медлит Господь с тем, не медлит с тем, посылает, отвечает, и все сразу происходит. Но здесь хорошие люди, ну, согласитесь, хорошие, правда? Но он медлил. И сестры, когда Лазарь заболел, первое, что они сделали, они послали за Иисусом. Почему? Потому что они его знали. И это нормально. Вы бы куда послали гонца? Не в еврейскую больницу, правда? Вы бы послали его именно туда, кто реально и быстро лечит от всех болезней. Специалист по всем болезням, по широкому профилю. И они послали. И вот представьте, они посылают, а он медлит. Ученики знают о том, что происходит с Лазарем, и они видят Иешуа, который не идет. Они ему говорят, давай. Он говорит, да нет, это для славы Божьей. Все нормально будет. А может быть, расслабьтесь. Всему свое время. Я думаю, что вопросы у них были. Правда? Особенно после того, как они узнали, что он умер. То есть, не ходили, не ходили, ничем особо занятым не были, а он взял и умер. Мог бы и спасти. Между прочим, иудеи, которые знали эту семью, они тоже так говорили. Не мог ли бы сей, который отверз очи слепому, да, прийти и помочь этому? Давайте мы читаем дальше. С 20 стиха. Марфа, услышав, что идет Иисус, пошла навстречу ему. То есть, он уже решил пойти. Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. Ну и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит, воскреснет брат твой. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет воскресенье в последний день. Иисус сказал ей, я из воскресения жизнь, верующий в Меня, если и умрет, а живет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему? Она говорит ему, так, Господи, я верю, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. То есть, она верит, что он в Машиях Израиля. Она говорит, я верю, что ты именно тот в Машиях. Сказав это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, «Мария, учитель здесь и зовет тебя». Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме и утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, придя туда, где был Иисус, и увидев его, упала к ногам его и сказала ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы брат мой. И та и та сестра сказала одну и ту же фразу, если бы ты был здесь, не умер брат мой. Они верили в то, что Ишуа может исцелять больных, они верили в то, что он является Мессией, который способен изменить весь мир. А вот теперь подумайте, что бы они подумали, если бы они узнали, что он медлил? Согласитесь, вы имеете близкого человека, очень дорогого для вас, вы посылаете за тем, кто может помочь, и он приходит, вы думаете, что у него есть какие-то обстоятельства, которые мешали ему прийти, какие-то объективные причины, но вы потом можете узнать о том, что на самом деле он не хотел прийти, он просто ждал. Что бы вы сказали? Что бы происходило с вашей верой? Что бы происходило внутри вашего сердца? Очень непростой вопрос, согласитесь, правда? Потому что большое искушение сказать, как? Я его кормила, я его принимала, я делала вот это, вот это, а он даже не пришел в мою жизнь. Даже вот так, что ему стоило? Ведь это же не то, что ему нужно было что-то достать и отдать. Это сила, которая приходила от Бога. Мы считали, что он может это изменить, но он не пришел. Итак, я думаю, что очень хорошо, что они не узнали, почему он не пришел сразу и столкнулись с результатом его прихода. Но их встреча и разговор очень и очень важен для нас. Вы знаете, существуют в жизни человека такие линии или такие какие-то изломы, такие какие-то обстоятельства, после которых очень сложно верить в Бога, в силу Бога. И вот что-то такое происходит в твоей жизни, что ты смотришь и говоришь, это здесь уже будет навсегда, и только в вечности все будет хорошо. Вот, например, потеряли вы кого-то близкого или случилась какая-то тяжелая болезнь или в вашей жизни что-то произошло такое, ну, и ты понимаешь, что по-человечески ты ничего сделать не можешь. Вот ваза, она разбилась, ты ее уже не склеишь. Все. Может родиться ребенок с какими-то вопросами, которые, ты приходишь к врачам, они вот так вот делают руками, и ты понимаешь, все. Может что-то произойти такое, ты ехал на машине, где-то врезался, что-то произошло, и ты понимаешь, все. Может война начаться, вы знаете, ты копил, 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 все. И ты понимаешь, что здесь, на этой земле, у тебя нет сил это изменить. Ты пойдешь туда и скажешь, люди, помогите. Они говорят, мы можем с тобой поплакать только над этим. Все умирают. Рано или поздно. Все болеют. Некоторые болеют больше всех, и им становится хуже, и они тоже умирают. Мы не можем пройти за эту линию. И мы встречаем такие ситуации. И в этом наша вера. Все, что мы верим, это, что можно взять вот этот разбитый глиняный сосуд, перемолоть его, и когда-то в вечности добавить еще глины, добавить воды, и слепить что-то новое. Только придет Иисус, и все расставит на свои места. Так мы верим. И часто можно такое видеть. Мы сталкиваемся с поражением в нашей жизни. И мы опускаем руки, мы перестаем верить. И нас периодически мучает вопрос. Боже, где Ты был, когда это со мной происходило? Почему Ты не помог мне? Почему, когда я страдал, когда я видел, как это все разваливалось, когда умирал этот мой брат, Ты не пришел ко мне и не прикоснулся? Ведь я же верил в Тебя. Я же верил в то, что Ты Машех. Я же принимал Тебя. Я жертвовал Тебе. Я отдавал свое место, свою жизнь, свой дом, свои обстоятельства. Почему умер мой Лазарь? Почему разваливается моя семья? Почему разваливается мое служение? Почему я не могу найти работу? Почему у меня нет дома? Почему я болею? Почему у меня родился больной ребенок? Почему это, это, это? Боже, почему это? Где Ты был, когда это происходило в моей жизни? После таких ударов нам остается только думать о вечности. Мы как бы верим в силу Божью, но мы верим, что она случится, что она будет активна в нашей жизни там, после смерти, что там когда-то все будет хорошо, что там я буду счастлив, там я вздохну спокойно и скажу, как хорошо, я добрался до этого неба. Ну, слава Богу! Многие верующие именно так и живут в такой мотивации. Вы знаете, хоть на карачках, хоть как-то я проползу на это небо, забуду эту землю, как что-то такое Божие. Да разве можно здесь жить счастливо? Да можно ли радоваться здесь? И там где-то возле ног Иисуса я преклонюсь на корточки, где-то на коврике, лягу хоть кусочек этого царства, мне дайте, и я согласен. Не надо мне ваших венцов, не надо мне ваших наград. Главное, что я не попаду в ад, и там уже, послушайте, хоть туда. Очень часто можно такое увидеть, друзья. Не все об этом говорят, но есть в сердце нечто, что вырастает вот в такой вот корень, вот в такое вот мировоззрение, в такой подход, в такой взгляд. Если бы ты был в моих обстоятельствах, не умер бы мой брат, не умерла бы моя семья, не умерла бы моя работа и служение. Если бы ты был вместе со мной, я же позвал тебя, я же помолился. И Ешуа спрашивает, «Веришь ли ты, что я есть воскресенье и жизнь?» Она говорит, верю, но в вечности. Да? Но в вечности. И вот его послание к нам. «Верующий в меня, если и умрет, оживет». О чем он говорит? «Верующий в меня, если и умрет, оживет». Понятно, первое, что нам приходит в голову, и то, что пришло в голову сестрам, они говорили об этом, да? Ну, конечно, он оживет. Вечности. Вечности. Но в данном контексте, говоря о Лазаре, он не говорил о вечности только лишь. Он говорил об обстоятельствах здесь и сегодня, друзья. Услышьте вот этот важный момент. Мы склонны рассматривать эту притчу, вернее, даже не притча, а эта история только как то, что направлено в вечность. Ну, да, конечно, все верующие воскреснут, будут радоваться с Иисусом, ходить в белой одежде и махать пальмовой веточкой. Это наше будущее. Друзья, но не таким оно даже в Писании представлено. Для начала я хочу вам сказать, что Царство Небесное будет на земле. Может быть, для вас это новость. А небо – это временное пристанище, куда уходят люди верующие до той поры, пока не создастся Богом новая земля, и на которой будет новый Иерусалим, и так далее, и так далее. Это отдельная тема, но тем не менее. Наша цель не небеса, а наша цель здесь, то место, где находится Господь. Итак, вторая мысль. То есть первая мысль – небеса, воскресение и сила Божья после нашей смерти. Но вторая мысль – человек, имеющий веру в Бога, даже если умирает в какой-то конкретной сфере своей жизни здесь, на земле, он может ожить, воскреснуть для того, чтобы еще принести славу Божью. Услышьте это? Давайте мы посмотрим дальше. С 33 стиха. Иисус, когда увидел ее плачущую и пришедших с ней иудеев плачущих, сам воскорбил духом и возмутился, и сказал, где вы положили его? Вот представляете, вот как назвать человека, который не пришел вовремя, а сейчас слезы давит из себя? Посмотрите на это, да? Он мог прийти вовремя, но не пришел, а здесь слезы начинаются. И он говорит, где вы его положили? Говорят ему, Господи, пойди и посмотри. Иисус прослезился. Самый короткий стих из всей Библии. Иисус прослезился. Еще и прослезился. Имеет же смелость, да? Тогда иудеи говорили, смотри, как он любит их. Если бы они знали, что он не пришел, они бы сказали ему, да? Говорит, посмотрите, любит их, плачет. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверший очи слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Ну, то есть, как бы они тоже ожидали чего-то. Ну, все уже, кувшин разбит, молоко убежало, все, ничего не исправишь. Иисус же опять, скорбовнутренне, подходит к гробу. То была пещера, и камень лежал на ней. И Иисус говорит, отнимите камень. Это вообще похоже на театральную постановку какую-то, знаете? Он подходит и говорит, отнимите камень. И все, нельзя, воняет. Во-первых, нечисто. Во-вторых, я извиняюсь, камень большой. Если вы видели фотографии этих камней, так это не просто там камешком подперли. Это был именно несколько тонн камень, который откатывали. Это все было непросто, чтобы туда ничто не заходило, оттуда запах не шел. Потому что в Израиле это все очень быстро. При той жаре, которая там есть. Итак, отнимите камень, говорит. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смердит. Ибо четыре дня, как он во гробе. Запах уже идет. Иисус говорит им, не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию. Ну, окей. Отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел отче к небу и сказал, отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. Я и знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал сие для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он возвал громким голосом, Лазарь, выйди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком. И Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Глядя на нашу с вами мертвую жизнь в наших семьях, в наших служениях, в том, что мы делаем. Знаете, что делает Иисус? Он плачет о нас. Услышьте это, друзья. Мы молились, и нам складывалось впечатление, что Он не услышал, хотя Он услышал. Нам складывалось впечатление, что Он не ответил. У нас сложилось впечатление, что Ему безразлична наша судьба, все то, как выглядит наша жизнь сегодня и будет завтра, что Ему есть дело только до того, чтобы собрать толпу людей в белых одеждах с пальмами и венками там, на небе. Мы часто в отчаянии. Но Он плачет за нас. За верующих людей. Потому что здесь история о верующих людях. Вот тех, кто верил в Него, как в Мессии. Он плачет за нас, глядя на наши осколки, на разбитые мечты, на какие-то отчаяния, ожидания. Я попробовал служить, не получилось. Тону Его, дойду до неба. Хотя бы, если повезет. Может быть, когда-нибудь. Он плачет, глядя на все это. Он плачет на дары, которые находятся в нас, которые Он вложил, которые мы не используем, пользуем, которыми мы не служим друг другу. Он плачет. Но мы похоронили себя. Наш Лазарь умер. Нечто дорогое, нечто значимое, нечто ценное. Некто, который должен был радовать. Он болел и умер. Мы говорим, Боже, что тебе сложно было? Приди и сделай. Но Он приходит в обстоятельства нашей жизни. Друзья, может быть, мы этого не осознаем, но Он стоит возле наших гробниц, гробниц наших служений, гробниц нашей жизни. И Он говорит, отворите камень. Мы говорим, не надо тебе, Боже, это видеть. Ты не хочешь это видеть. Воняет. Смердит уже давно, и не четвертый день. Там нечистота. Давай мы забудем об этом. Был человек верующий, когда-то горел. Да, когда-то, но называлась первая любовь. Было, но умер. Даже дату могу поставить, когда это произошло. Нету его. Сирота. Все, без брата мы. Но Он говорит, отвалите камень. И вы знаете, это очень интересный образ. Все, кто там был, они были потрясены. происходящим. Потрясены силой Божией. Чудо было настолько очевидным, что никто не мог ничего сказать. Когда об этом начала расходиться слава, никто не мог сказать, что это неправда, что это подтасовка, потому что все было явно. Вот оно было мертвым, вот оно стало живым. Вот так это просто ясно видно. Бог берет мертвое, никому не нужное тело, нечистое, и употребляет для своей славы. И это очень похоже на Него, это в Его характере. Вы знаете, что в Писании ни раз и ни два мы видим подобные образы и подобные поступки. Вы помните одного из пророков, из Икииля, 37 глава описывает эту историю. «Выйди в поле, вышел». Что он видит? Поле сухих костей. И он говорит, это дом Израиля, мертвый, нечистый, никому не нужный. И приходит Дух от Бога, вдыхает Дух силу в эти кости. Сухие, белые, нечистые, брошенные под воду, под непогоду, и становятся войско. Сильная для победы Божьей становится армия. Друзья, так действует Господь, подымая мертвого для славы своей. Мы помним историю. Однажды после смерти одного из пророка Елисея, это описано в 4 царств 13, 21. Прошло уже время. Он был похоронен в одной из гробниц. И так случилось, что была война в том месте, и хоронили солдата. И по-быстрому случайно кинули его в эту гробницу. И когда его мертвое тело, тело этого солдата, прикоснулось к костям Елисея, он воскрес. Он воскрес. Даже мертвые кости способны были давать жизнь силой Божьей. Друзья, и он стоит сейчас возле гробниц нашей жизни и говорит нашему Лазарю, выходи вон, выходи вон. Есть надежда не только после воскресения, но есть надежда сейчас. Именно результатом этого чуда было то действие, которое произвела Мария потом, когда они собрались, когда они кушали. И написано, что и Лазарь там был. Это в 12 главе мы читаем эту историю. Она желала отдать самое ценное. Она желала поклониться так, как людям не принято поклоняться. Отдать то, что близко, а то, что хранилось, то, что дорого. И вы знаете, что интересно? Ишуа видел ее сердце, что оно искренне. Он принял, он принял этот дар. Поставьте себя на его место, друзья, да? Мы можем понять, почему возмущались ученики. Мы читаем о том, что Иуда, он особенно был возмущен. Вы знаете, есть люди, которые особенно возмущаются, когда тратят чужие деньги, да? Потому что у них есть свой план, как нужно потратить, так, чтобы и себя не обидеть. И все возмутили, все были в непонимании, но Ишуа принимает этот подарок. Представьте, что кому-то из нас вот такое будет происходить. Кто-то придет и начнет проповеднику или пастырю, например, и говорит, вот тебе, и дает что-то такое ценное, что все просто в ужасе. И говорят, вы что, а ну быстренько откажись, не положено тебе этого принимать, да? Так ненормально, чтобы тебя так благодарили. Но он говорит, оставьте. И он говорит о том, что во всех Евангелиях, когда будут говорить, будут говорить об этой женщине, о Марии, будут говорить о том, что она сделала. Потому что ценность ее была жертвой в том, что она взяла самое ценное. И ее никто не заставлял, никто ее не манипулировал, но то воскресение, которое произошло в ее жизни, оно побудило ее к такому жертвоприношению, побудило к такой славе Господа, к такому прославлению, к такому возвеличиванию Бога. Сегодня время, друзья, чтобы взглянуть на развалины своей жизни. Взглянуть на запечатанные гробы, которые есть у нас. Я знаю, что они есть. Я разговариваю с многими, и я слышу эти разговоры, я понимаю, очень сильно понимаю. Я когда-то служил, когда мы только покаялись. Помните, обычно начинаются именно так эти разговоры. когда-то мы. Эх! И сразу либо проговаривается, либо подразумевается, что сейчас уже все. Прошло то время. Я хочу вам сказать, друзья, не прошло. Не прошло. Ишуа обращается к Марфе, говорит, если ты будешь веровать, если ты будешь веровать, ты увидишь чудеса, ты увидишь славу Божию, ты увидишь изменения, ты увидишь преображение. И он говорит о времени сегодняшнем. Осталось уверовать, что его сила действует и сегодня. Как это сделать? Кажется, ну, так легко сказать, верь. Верь. Как верить? Возможно, нужно снова попробовать вспомнить, что же было с самого начала. Что происходило со мной, когда я был на пике служения, когда в отношениях было все правильно. И ты можешь увидеть о том, что твоя жизнь, она состояла из Божьих вещей. Правда? Вы таскали Библию за собой везде. Где только можно вы старались ее читать. Это было то, где... Это хлеб был. Вы старались пребывать в общении верующих людей. Это была пища ваша, вода ваша. вы хотели быть в том месте, где молятся. Вы при любом случае старались помолиться, прилепиться, пригласить его, покушать вместе с ним. Помните это, да, друзья? Мы можем стремиться к тому, чтобы возвращать этот образ жизни. Мы можем стремиться к тому, чтобы снова окружать себя словом, окружать себя его ценностями. Друзья, это наподобие того, что призыв, это наподобие призыва Марфы и Марии, приди, Господи, приди в мою жизнь, приди в мою семью, приди в мое служение, и открою я тебе все, что есть. Оно грязное, вот такое, как есть, но я прошу тебя, провозгласи этим костям, провозгласи этим развалинам, встань, прочувствуйте его сердце, он плачет о нас, прочувствуйте его сердце, он обращается к нам. Наш Лазарь может быть воскрешен здесь, в это время, на этой земле, и он может быть источником славы, благословения, и прославления Господа, он может быть тем источником, через которое придет пробуждение в ту область, где вы находитесь, потому что Ишуа слышит ваш призыв, Ишуа слышит ваше горе, он сопереживает вам, и он отвечает, возможно, не всегда так, как мы себе это представляем, но он все же отвечает и производит свое восстановление, поэтому, друзья, поднимайте свои руки, поднимайте свои головы, верьте, что сегодня и здесь, что в это время возрождение, восстановление, пробуждение, возможно, в вашей жизни, именно в вашей жизни, именно в вашем служении, именно в вашей семье, в вашем сердце, в вашем характере, с вашими детьми, с вашими близкими, в вашей церкви, в вашей общине, в вашем городе, пробуждение возможно. Вспоминайте Лазаря, вспоминайте Елисея, вспоминайте поле костей, его мышца та же, его сила та же, его характер такой же, Бог не поменялся, он приходит на наши похороны и провозглашает восстановление, провозглашает восстановление, провозглашает жизнь, провозглашает свободу от всего того, что спеленало нас, сделало недвижимым и вытирает слезы, даруя радость. Давайте мы с вами будем молиться об этом, давайте мы будем искать этого в своем сердце, давайте будем просто отчаянно говорить, Боже, приходи, приходи в мою жизнь, приходи в служение и ожидать. Аминь. Давайте помолимся, давайте привстанем с вами. Святой Боже, мы благодарны Тебе, мы благодарны Тебе, что наши жизни, они очень важны для Тебя, что Ты, Господи, когда-то приходил в наши семьи, в наши дома, разделял с нами пищу, Господи, и когда у нас случилось горе, это не осталось без внимания, Боже, это не осталось без того, чтобы Ты не заметил, Ты видел это, Господь, и я знаю, Боже, что Ты плакал, я знаю, Господь, что Ты плачешь, видя наше поражение, видя то, как мы отказываемся от своего будущего, от своего настоящего, как мы опускаем руки и говорим, а что может измениться, что тут такого, это было уже сто раз, я приходил сюда, тут по-прежнему воняет, по-прежнему гробница закрыта, Боже, мы просим Тебя и приглашаем, приди во все те сферы, в которых мы терпим поражением, в которых, Господи, люди говорят, ну так это со всеми случается, Ты не думай, что первая любовь продлится вечно, Господи, а мы хотим верить, что продлится, мы хотим верить, Боже, что мы можем быть используемы для преображения, для исцеления, для пробуждения, Господь, что Ты можешь прикоснуться к нашему служению, которое мы похоронили, что Ты можешь прикоснуться к нашей семье, которую мы похоронили, к нашим, Боже, отношениям друг с другом, к нашему здоровью, к нашей работе, Господь, в которой все плохо, Боже, мы говорим, как, ну, нет лекарства или невозможно, мы верим, Господь, что возможно, то, что не работает в физике, не работает естественным путем, то, от чего не придумали лекарства, Господь, оно возможно, потому что Ты приходишь к нам в эти места похорон, и мы верим, что Ты открыт изменять обстоятельства здесь, на земле, а не только лишь на небе, что воля Твоя сильна здесь и сейчас, а не только лишь в будущем, что верующий человек может иметь благословение, Господь, здесь и сейчас, а не только в Царстве Небесном, Господи, мы хотим быть теми, кто в благодарности разбивает, Боже, эти сосуды с миром, и не жалко, Боже, и не надо притворяться, и не надо выдавливать из себя какие-то даяния, Боже, потому что это исходит из благодарности, это исходит из осознания величия Бога в моей жизни, Господь, мы благословляем Тебя, я прошу о том, чтобы Ты укрепил веру каждого человека, я прошу о том, чтобы произошло обращение, Отец, в тех сферах, которые давно махнули рукой, я молюсь о том, чтобы всякий горький корень, он был засушен, Господь, и вырван из сердца, всякое разочарование в горе, Господи, всякое черное отчаяние, Боже, депрессия, состояние безнадеги, Боже, чтобы это ушло в прошлое, и пришла вера, пришла вера в Тебя, Господь, вера в реальность Твоего Слова, и я молюсь об укреплении каждого человека, я молюсь, Боже, о силе, я молюсь о жизни для общин, для семей, Боже, для церквей, для народа Твоего, я молюсь, Боже, о жизни для Украины, для Израиля, Господь, да будет явлена Твоя благодать, да будет явлена Твоя милость, Отец, мы превозносим Тебя и благодарим, Святой Бог Израилев, мы превозносим Тебя и благодарим, сильный Бог Израилам. Аллилуйя! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok